сегодня 40 градусов минимум на солнце в этой машине я думаю весь полтос но зато я теперь не пойду в сауну потому что я полностью практически мокрый и еще заглох кстати она заводится обратите внимание со второй передачи легко так сразу на нейтралочку потом получается иногда глохнет бывает на ходу но очень легко заводится включаешь вторую ей достаточно 3 километров в час чтоб сразу же завестись машина просто реально живая такая же как и я живой ну давайте ехать дальше то есть я буду ехать дальше там посмотрим привет я даже не думал ничего снимать ничего снимать не думал но пришлось получается да как смотри ну ты уже все знаешь в принципе пошли сюда в тенек это я перегрелся а это что получается вот какая красивая одна он вторая стоит получается в чем прикол от вас доезжаю до нас и и у меня под домом она резко педаль чувствуешь начинает болтаться и все вчера поменял ехал нормально и вот на вот этом перекрестке в небе сейчас все пропало ну и сейчас еще и и вот эти последние даже мы остались просто расплавилась до маджет увиделся так он вчера поменял все четенько поменял в рабочем теле а нет он поменял главному тебя до отсюда салона тепло и он поменял все педаль жесткая четкая сверху берет переключается офигенно ну вот слава богу что я в пробке не застрял там пробище было спецвыпуск давай посвященный качеству запчастей сделаем просто реально я плодя гонит калтуру до потом все это выгребая сделать я это понимаю ну смысл наш сейчас посмотрим что я привез наш смысл в чем чтоб я уехал далеко если я уезжают 10 километров это жопа это нереально нам надо сделать так сервис обслужили но это же хорошие машины в принципе не проблемные сервис сделали все я уехал приехал на сервис на следующие все потому что ну третий раз ему то что там видишь да проблема в том что залита новая тормозная жидкость хорошая не дешевая какая-то тормозная вчера я вчера я купил манжеты заправки как бы сам видишь что они превращаются причем как-то это какое которые попадаются качественные в общем такая доехал поехал повезло но надо чтобы блин уверенно ехать куда-то потому что не никуда не уедешь ну естественно на этих всех чтобы было уже делаем так делаем чтобы по сто раз не переделывать но ты понял уже знаешь как это надо надо ставить то что мы будем уверены чтоб выехал ну я надеюсь мы вот эту собрали из твоих манжетов вот тут в основном мы собрали из твоих манжетов в основном тот мой товарищ что поездил вообще очень оторванный но злой но вот ведет ну нормально поездил где просто забери ее потому что вот ему раза достаточно было ну чтоб таких ситуаций не было это критическая цилиндры минуту не использовали только манжеты шланги пойду я покажу хоть ту машину который уже доделали какую-то заберешь ну тоже ту еще карбюратор надо строить не надо чтобы она работала четко все все как я живу риту еще надо построить покатать давай или ты сейчас собрался не я уедет так а куда мне синим если не не нужно если они уже не уедут я доехал тут на скорости заводился вот такая вот история а вот уже вот это у нас уже сделали сервис вот она стоит на улице первый запуск мы делали она вся грязная поменяли здесь получается получается пластик поменяли вот старый лежит да как в них жарко будем мыть скоро коврики стелить сюда почему такая вот история короткая сегодня приехал я на машине тут случайно по-быстрому так скажем не будем открывать и вот эту встретил машину уже подготовлено вроде бы полностью но они чуть позже паша расскажут что делали эту будем переделывать эту манжету менять сцепление потому что ей приходит база значок надо поменять такой некрасивый потом эту балуем и погоним на моечку так сейчас эти мне тут просят покажите год год этой табличке 62 год крепеж мой в принципе все вот такая вот штука у нас масло поменяли бензин старый тут еще как ни странно все заводится на старом но основное это сейчас будем ее мыть как немножко похолодает потому что сегодня делать ничего нереально вообще в принципе сейчас можем пойти к паше и поговорить насчет запчастей потому что в принципе все равно делать нечего поболтаем немножко пойдем а эту оставляем машину и еще я привез кстати я еще привез различные старые вещи сейчас покажу какие посмотрим что это я нашел еще один ящик у себя не один тут в пакете много всего и вот здесь вот целый ящичек различных приколов это резиночки советские вот на подвеску резинки ну а здесь сален всякие сален блоки всякая мелочевка сейчас понесу паши пойдем поговорим о резинках и о том осем о жизни по тренд им какие курт прокладки а вот здесь у нее пробило воду в масло сейчас я паш подожди дословно скажу мы сейчас пойдем с пашей покажем недостатки качества сегодняшних резинок кто соберет не только резины и не только резинок и металлолома как бы это очень интересно и многим это потребуется потому что будете ездить буквально по 10 километров и приезжать заново на сервис в этой машине проблема у него пробила воду в воду в масло почему потому что ремкомплект прокладок ну то есть машина не да ну как бы она только сделана да она почти не ездила вот и мы делали и типичная проблема снимаем пустной коллектор так называемый пол прокладки которые резиновые между пустным коллектором и головками стали в два раза больше покажете фотографии фотки да ну просто насколько она увеличилась наверное на вот столько это точно но просто расплывается на как кисель становится сейчас она полежала она снятая сутки эта прокладка высохла от бензина от масла и она опять сжалась обратно пробка вы надо это мы сами режем прокладку на выхода нет и нормально не купишь то есть резина из чего сейчас это дело резина слушай мне пробка вы все отложить в сторону да я их еще так что надо переделать пойдем посидим покажем резиночки а вот это что ты держишь это почем это вилка сцепления новая на 20 года она сейчас пойдем все вместе и по вилке тоже паша расскажет интересную историю новую дорогущую качественную в кавычку принципе даже ни одного нажатия спец выпуск спец выпуск спец говна который мы в основном последнее время я покупал потому что на самом деле качество всех всех резинок просто не то что и и даже берешь в руки она во первых она пахнет во вторых она какая-то уже слизькой и ты понимаешь что ее просто разъезд тут уже лично сам понимаешь и будет жопа скоро буквально сразу теперь камера не передаст ну это в лучшем в моем случае тормозные вещи живут да как силиконовая просто начинает разлагаться да это это новая вещь ребят с нее сразу все вытекает ну просто ну видно да камера передаст она прилипает к пальцам такая болячка с манжетами с шлангами системы охлаждения с топливными шлангами то есть она все живет но они на лучшем случае вот но это в лучшем в моем случае тормозные вещи живут 10 километров 10 шлангах в принципе если покупать там тоже сейчас продается в магазинах сезон потом и начнет покрываться трещины но пацаны мы будем ставить машины только ну ладно то резина только оригинал вилка сцепления новая ты купил и вилка сцепления до купил не буду где на 21 21 волга да ну проблема была в чем смотрите давай поделали человеку двигатель значит при снятии старой вилки тут шарик просто вырабатывают место и протерлась ну практически до дырки заказали запчасть ну как бы я посмотрю название давай сядем может посадить потому что уже находились так смотрим название друг друг к ману общем тракман торговая марка р знак в общем вся ерунда очень ну обычная запчасть покрашена видно не не очень хорошо но нормально новая даже вот тут смазочкой нам смазочкой наполнили вот один выжим она стала вот такой сцепление не выжилась ни разу вообще до сняли эту вилку восстановили старую посадочное место поставили старую все-таки доставили а у меня же такая же новая есть она у меня в коробке мы ее не брали она нам не нужно пока ну еще это сделано из говна мягкий металл какой-то и опять же это сделали знаешь как взяли старую вилку просто тупо скопировали и и не вникали ни в какой гост металла вообще ничего всего-навсего подобное сделали вот и вот этим вот сколько она стоит скажи ну примерно насколько ну 500 гривен или тысячу до меньше 300 200 гривен 10 долларов в общем ну плюс минус до производстве наверно вообще в общем 10 долларов вы сразу же выбрасываете в принципе и подобным товаром просто рынок наводнен то есть это все и свечи такие все конечно катастрофа вот я привез еще не смотрел на другом стеллаже ящичек это будет посмотри хоть давай вытащи ваш да посмотрим уже что там там что-то еще снизу есть я просто сам не знаю что тут находится это прокладочки в передние прокладки в общем на передний фарник на третью серию стеклышки прокладки резинки резинки прокладки это в двигатель флажки советская видно как бы по ощущениям резины вот она такая по запаху слышишь какой резиной пахнет резиной непонятно чем дерево здесь шумаете туда складывай доставай на подлеску пыльнички и манжеты тут ну тут в перемешку видно вязали все что было все вязали на веревочку если их надо хранить конечно были в подвале они сейчас их там ну своем как назвали там богами хранить их нельзя там все высохнет тормозные цилиндры вот пыльнички хорошая вещь нужно главное опять же тоже манжетики перемешку иду и они видите смотрите все в таком белом еще это как заводской да вот так чтобы не сохли так это на стабилизатор резиночки а тут уже насыпом пошли такие манжетики тоже это в тормоза вижу все да в таком белом как не знаю но это не тальк наверное что-то такое ну типа типа чтобы они не ссыхались не прилипали конечно золотой запас это интересно я люблю вот эти веревочки клапана бензонасоса манжетики на тормоза прокладочка под стаканчик это второй клапан на бензонасоса возьми с собой дорогу причем манжет колпачковый манжет воротничковый клапана бензонасоса и прокладочка под стаканчик бензонасоса это реально набору дорог кто-то на себя то что может как может сразу поменять и все улучшать техники работать тоже манжетики маленьких тоже ну лишь так частично все перемотана частично и все подряд и отбойники все вот опять флажки кстати тоже дефицитная вещь и плане того что они то продаются сейчас на уаз качество сам понимаешь запаху резиной пахнет резина понял в общем вот такие вот вещи надо собирать так тут еще у нас вот эта коробочка прошла тут тоже самое разные шланги тормозные шланги сальников целый мешок сальников разнообразных с бумажечкой прокладки для рессор перемотана синий советской изоленты видно что старая по изоленте прикол это на всех машинах они завода ставились да эти прокладочки или нет это уже зеленых машине это чтобы антискрип все в принципе по запчастям все закончили если у кого-то есть такие вещи я у вас их куплю не так зачастую людям вопроса не нужно не так понятно но ведь в гараже и бывает часто человек просто даже не знаю что это да тоже не давно это уже нет и не предвидится да так что с удовольствием буду приобретать и паши и паши как обычно перепродавать это вообще все там не ребята этих запасов вообще реально когда любишь и увлекаешься вот этими вещами то в принципе они просто нужны так что тебе паш даже за не продал в общем никогда не он сейчас добудем меня для точно точно все понеслась принципе продавать вот никак не хочу вот так на этом мы закончим пошли меня то я уезжаю и ты уезжаешь валдис пообещал говорит четвертый раз она доедет до италии да паш доедет же на сцепление дает так ну я кто пошел смеетесь что здесь что за смеха а